Доброго времени суток, сейчас мы рассмотрим один очень важный вопрос Это планировка помещения для выращивания в данном случае вешенки 95% людей, которые звонят по вопросу выращивания грибов Начинают разговор с того, что у меня есть помещение Давайте сейчас вот рассмотрим те вопросы, те критерии Которые будут необходимы для выращивания грибов в вешенке Итак, если у человека есть помещение, значит выращивание грибов он будет приспосабливать То есть грибов приспосабливать тем условиям, которые у него есть Эти условия не всегда совпадают с интересами вешенки Они более совпадают с интересами самого грибовода Если говорить о полноценном, правильном, профессиональном выращивании То для вешенки есть своеобразные требования, которые нужно учитывать Непосредственно при планировке самих помещений Но если помещение у вас уже какое-то есть, вы хотите его использовать для грибов То некоторые параметры для него нужно будет озвучить сейчас Значит это помещение, первый раз я сделаю здесь видео Несмотря на то, что я два года в этом помещении раньше выращивал грибы Я специально здесь не делал каких-то публикаций Я не хотел именно делать какие-то видео на тему, как неправильно выращивать грибы У этого помещения есть только одно единственное достоинство Ну может быть два Первое это то, что оно помещение И второе это то, что оно находилось рядом Больше здесь в этом помещении найти какие-то его достоинства просто невозможно И я сейчас объясню почему Давайте начнем это повествование из внешней среды Значит это помещение нами было выбрано, так как оно находится, ну скажем так, у соседей Мы его взяли в аренду За небольшую плату это помещение использовалось для такого всемирного огонь Вот здесь был огромный мусорник, которым ничего полезного не происходило Пришлось изготовить вот эту дверь Такую вот сюда Как видите, она металлическая И пришлось ее обивать вот таким вот пенопластом Для того, чтобы она не перегревалась Итак, при планировке помещения Очень важный будет момент Расположения относительно сторон горизонта, скажем так Если взять в том месте, где мы находимся, вот эта дверь металлическая То она находится в таком вот направлении Там находится восток Там находится запад Закат Там восход солнца Там закат солнца То есть естественно У меня за спиной находится север Прямо вот откуда идет съемка Находится юг Значит Расположение этой двери фактически можно сказать на юг То есть солнце с самого утра поднимается из-за горизонта Поднимается вот в таком вот плане И лупит прямо в дверь вот эту металлическую Которая при этом нагревалась до такой температуры Что ее невозможно было тронуть рукой Это сейчас мы уже снимаем в второй половине дня Солнце уже зашло туда То есть дверь нагревалась колоссально Это была одна из величайших проблем Которая нагревала само помещение Летом иногда до 35 градусов Это первый огромный минус Для во избежание такого момента Мы отбили это все пенопластом Но второй недостаток Как здесь находится Такое сельскохозяйственное какое-то помещение Тут растут какие-то твари, куры Вот Они очень почему-то любят вот этот пенопласт И здесь не обошлось без курьеза Когда мы сделали Здесь я уже отбивал вот это все дело Где-то раза три На первый раз склеили Куры это все съели вот в таком вот образе Второй раз это было то же самое Потом как попробовали это все защищать Они все равно находят разные Разные способы все-таки сюда добраться И все-таки вот это все сжрать Я уже думал просто купить им упаковку просто пенопласта Оставить здесь пусть они подавятся Вот этим пенопластом Значит не обошлось здесь без такого курьеза Это относительно расположения сторон горизонта Это играет очень важную роль Относительно даже стен Их возможно придется там утеплять или как-то охлаждать И все такое Теперь относительно самой планировки расположения самого помещения Вот посмотрим на такой момент Сюда такой большой недостаток Заезда сюда фактически нету Именно в это место подъехать автомобилем Или прицепом или трактором вообще невозможно То есть все блоки А их здесь находилось ни много ни мало Около 500 штук Приходилось заносить и выносить вручную Ну если бы все было так Теперь давайте посмотрим на другие такие моменты И вот посмотрим вот например вход в это помещение Вносить какие-то коррективы в ландшафт вот этого места Так как оно нам не принадлежит Ну не совсем было корректно Не совсем было правильно И даже с той стороны что вкладывать деньги в чужое там помещение Это не совсем целесообладно Вот давайте посмотрим как Вот здесь вот такая вот Это называется калитка То есть через эту калитку приходилось сюда добираться Вот посмотрим дальше Что у нас тут на пути На пути у нас вот такие вот препятствия Здесь можно играть я не знаю в этот пейнтбол Вот и здесь или вот таким вот путем Или вот как-то вот так Здесь можно было добираться Но хорошо это еще летом Осенью, весной здесь идет дождь И тут довольно таки грязно А зимой здесь может быть снег в поясе И вот такие у нас тут были ландшафты И два года пришлось этим всем заниматься Пробуем посмотреть еще второй Альтернативный путь Второй альтернативный путь здесь находился Вот в этом месте Здесь находится тракторный гараж То есть проносить 500 блоков через это место Потом выносить Потом здесь какие-то находятся ступеньки Пеньки, пеньки И разные такие вот препятствия Если посадка делалась иногда очень поздно До двух до трех часов ночи Освещения здесь опять же таки нету И по причинам того, что помещение не свое Носить какие-то коррективы сюда тоже было Нецелесообразно Вот такие проблемы возникают В тех моментах, если у вас аминдованное помещение И если у него нету Полноценного заезда сюда Потому что работаем мы с большим объемом материала Если взять это 5 тонн, 10 тонн Например, субстратного материала Это прицепы груза, которые нужно сюда Без транспортных средств Это делать где-то на грани невозможно На грани невозможно го Теперь посмотрим, что у нас У этого помещения Здесь уже Мы уже год Я уже год здесь не работаю Сейчас уже тут разместили какие-то кратчатники Освещения здесь нету Поэтому будем То, что как есть, так и есть Главное будет слышно Ну, видим по самому эху, который здесь находится Что помещение огромное Оно сделано из больших бетонных блоков Недостатка того, что оно сделано из бетонных блоков У него была Сейчас уже в этом помещении Вот там Ну, покажи Кролики живут Которые не только в цельном ремне Но и 3-4 килограмма цельного сала А вот И кролик сейчас, чтобы не убежал Значит, оно сделано из бетонных блоков Инерционность у этого помещения просто была колоссальная Когда на улице заходило, например, на неделю дожди и холод И на улице температура была на уровне 15 градусов То целую неделю здесь стояла температура 30 градусов И с другой стороны, ситуация возникала наоборот Когда было зимой, например, минус 20 Потом резко наступало потепление Здесь становилось, например, на улице плюс 5 То внутри помещения было еще на уровне минус 5 На протяжении целой недели Вот такие нагрели Такое бетонное Это просто было нереально Обратите внимание на вот такие потолки Которые здесь обезьяны Где-то под 4 метра Это абсолютно нерациональное пространство Которое не нужно Блоки мы все равно размещаем На уровне, ну пусть Вот на уровне поднятых рук Куда можно поставить блок или немножко там стремянка На такую высоту 4 метра, то есть блоки никто выносить не будет То есть пользы от этого объема вообще никакой нет А этот объем, естественно, приходилось зимой это все прогревать Естественно, на это уходило электроэнергия нерационально И, как я уже сказал, недостатка в этом помещении Бесконечное количество его положительных сторон Вообще, единственное, что там находилось рядом Как-то вот на юношеском таком энтузиазме Хотелось вот заниматься грибами Приходилось вот это все как-то компенсировать таким вот моментом Воды здесь такой вот стационарно подведенной нет Поэтому вода подводилась навесными штангами резинами Ну, она велась отсюда, наверное, таки издалека И, опять же-таки, пользоваться водой в зимнее время было невозможно Потому что она провязалась Здесь нужно было как-то по-другому решать этот вопрос Еще одна такая большая проблема, которая была здесь Ну, и изнутри для устранения, опять же-таки, перекрева Здесь тоже пробивали это все дела пенопластом В связи с тем, что помещение было ориентованное Ну, благодаря недостатке мы превратили в достоинство Пришлось изобретать сами стеллажи разборные Которые вы раньше видели на вешенке Супер дешевый стеллаж Есть такое видео И они были изобретены таким вот образом Что после этих стеллажей Вот здесь можно видеть Остались только вот такие вот небольшие места Куда он крепился к стене Это все просто было срезано И наши стеллажи мы разобрали Они были абсолютно разборными Немножко там переделали в другой размер И принесли в другое помещение Так что посмотрите вот это видео Вот ссылочка По ней пройдете Посмотрим, как изготовить вот такой вот стеллаж И относительно вот этого помещения Тут вроде все уже понятно Ну, с другой стороны, скажем так Несмотря на все вот эти недостатки Мы два года довольно-таки хорошо Интенсивно работали в этом помещении То есть это не стало препятствием Все-таки в занятии там выращивания грибов И все такого Но если вы планируете какие-то Свои помещения или там строительства То должны учесть некоторые такие моменты Как относительно в положении В стороне там восход, закат, солнце Относительно возможности сюда подъехать транспортом Доставки вот этих блоков Вывоз этих блоков, утилизация блоков Относительно наличия электроэнергии Которая обязательно должна здесь быть Относительно обеспечения этого помещения водой Которая опять же таки используется в любопытстве В очень значительно большом количестве Значит она должна быть сюда подведена И в то же время еще один такой момент Вот там в центре Не знаю как тут с освещением Но я думаю это будет видно Вот в основном еще сочная такая вот канавка Куда-вот после полива Она будет туда вот встекать Значит это место Ну естественно она будет куда-то вытекать И опять же таки Если это будут арендованные помещения Там будут быть огороды, сады, там и все что угодно И там приносить какие-то определенные вам Опять же таки неприятные моменты Поэтому и То есть утилизация и устранение вот этой воды Нужно тоже как-то будет учитывать от водики И вот такие проблемы С таким проблемой вы можете столкнуться На вашем таком вот Профессиональном Зодчестве В принципе все что я хотел вам сказать О планировке помещений Ну если вам что-то вспомните Следите за каналом Я вам чуть позже добавлю воспоминания А на данный момент все С моим был Макс Аляш Следите за каналом И у нас будет много еще всего интересного Удачи вам, любви и терпения